29 ноября Банк России выпустил в оборот монеты, изготовленные в честь 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Памятные монеты сделаны из драгоценных и недрагоценных металлов. Серебряные монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей, золотая номиналом 50 рублей, из недрагоценного металла номиналом 10 рублей. На драгоценных монетах имеется стилизованное изображение бессмертного полка, ветеранов парадной офицерской форме и военнослужащих, звезды с вечным огнем, лавровой ветви и развивающейся георгиевской ленты, надпись 75-летия победы. На 10-рублевых монетах из недрагоценного металла изображены ветви лавра и дуба, на оборотной стороне рельефные изображения числа 75, пятиконечной звезды и лавровой ветви. Внизу даты в две строки 1941 и 1945. Тираж такой монеты 5 миллионов штук. Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без каких-либо ограничений. Первенство России подзюдо среди юношей и девушек до 18 лет прошло в Дмитрове Московской области. На турнире успешно выступил курганский спортсмен Данил Лаврентьев. В весовой категории до 66 килограммов дзюдоист забоевал бронзовую медаль. Тренирует Данила его отец, президент Федерации зюдо в Курганской области Олег Лаврентьев. В первенстве страны принимали участие 700 сильнейших дзюдоистов. Юноши и девушки сражались за медали в 17 весовых категориях. Жители и гости Кургана наслаждались юмором на 17-м международном музыкальном фестивале КВН Кубок Зауралья. Фестиваль проходит ежегодно и уже стал традиционным для КВНщиков не только Курганской области, но и соседних регионов. На сцену вышло 15 команд в трех возрастных группах. Борьба получилась жаркой. В младшей группе участвовали пять команд. Третье место заняли участники из Макушинского района, команда «Приколисты». С отрывом всего один балл второе место заняла команда «Второе пришествие» из Шадринска. Победителями в первой возрастной группе стали шадринцы из команды «Тушите свет». Они получили высшие оценки жюри и денежный приз в размере 5000 рублей. Во второй группе за главный приз соревновались шесть команд. Второе и третье место забрали участники из Шадринска, команды «Элементарно» и «Квартет имени Фрейда». Победу вырвали курганцы из молодежного отдела. Их приз составил 10 тысяч рублей. Третье место в старшей группе забрала команда КВН из Шадринска «Заборщ». Второе место заняла команда из Троицка под названием «Бешбармак», состоящая из одного участника. С отрывом в один балл победителем старшей группы стала команда из Тюмени «Праздник», которая увезла с собой 15 тысяч рублей. Лучшие волонтеры Зауралья встретились на областном форуме «Я волонтер», который прошел в Кургане во дворце детского и юношеского творчества. Участниками одного из самых крупных добровольческих событий года стали более 300 активистов волонтерского движения. В рамках мероприятия работали культурно-просветительские площадки, были подведены итоги областных конкурсов проектов, награждены самые активные волонтеры 2019 года и обозначены перспективы развития добровольческого движения в области. В рамках форума прошла презентация волонтерских проектов. Финалисты областного конкурса проектов и инициатив в сфере профилактики негативных социальных явлений и пропаганды здорового образа жизни «Мое дело» боролись за денежные гранты, а участники областного конкурсного отбора на предоставление грантов в сфере развития добровольчества представили свои лучшие практики. Общая сумма финансовой поддержки двух конкурсов составила 250 тысяч рублей. Стоит отметить, что в Курганской области насчитывается 632 волонтерских отряда. Самыми популярными направлениями добровольческой деятельности являются социальное и событийное волонтерство. Самым активным возрастом – 14-19 лет. В январе будущего года состоятся первые авиарейсы, которые свяжут Курган с Сургутом и Ханты-Мансийском. Полеты будут выполняться на воздушных судах АТР-72-500 вместимостью 70 пассажирских кресел. В Сургут рейсы будут открыты с 12 января по четвергам и воскресеньям. Прилет в 18.50, вылет из Кургана в 19.40. В Ханты-Мансийск самолеты начнут летать с 16 января по четвергам. Прилет в Курган в 12.00, вылет из Кургана в 12.50. Цены на билеты пока неизвестны. На сайте авиакомпании ЮТЕР, которая будет осуществлять перевозки, продажи билетов еще не открыто. Рейсы будут осуществляться в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок.